Президиум Волгоградского областного суда Адвокат матери, умерший Пациентки был категорически против съемки процесса Прокуратура также высказалась против камер журналистов Доктор Марселло заявил, что заседание открыто И он не видит причин ограничивать работу СМИ Но суд встал на сторону потерпевшей Все ходатайства средств массовой информации были отклонены Большой зал заседаний в этот день был полон Журналисты, родные, друзья доктора, его пациенты Дочери и супруга Олеси переживали, пожалуй, больше всех Теперь они могут забрать доктора Марселло домой Да, безусловно, довольны, потому что очень было тяжелое дело И очень сильно за папу переживали Потому что и со здоровьем у него уже плохо И морально он сильно источен Конечно, мы очень рады, что все-таки суд все рассмотрел Да, мы сейчас поедем Спасибо большое всем, кто нас поддерживал Спасибо большое нашим адвокатам, которые очень сильно бились Долго бились Наконец-то все закончилось Мы очень рады Спасибо всем Сейчас поедем за Марселло Приговор был незаконным И все люди это понимают Тем более люди, которые медики, это вообще очень хорошо понимают Напомним, что 16 ноября 2016 года На операционном столе пластического хирурга Скончалась 23-летняя пациентка, которая пришла к доктору Корректировать форму подбородка инъекционным методом Путем пересадки жировой ткани в область лица Но начать процедуру доктор Марселло не успел После введения местной анестезии У девушки начался анафилактический шок Врач правильно провел реанимацию Но ни он, ни приехавшая скорая помощь Не смогли спасти пациентку Девушка скончалась Центральный районный суд города Волгограда Признал Марселло виновным И назначил ему наказание в виде трех лет колонии Штрафа в размере миллиона рублей Об апелляции ходатайствовали и адвокаты Марселло И прокуратура, которая посчитала три года колонии Слишком мягким наказанием Но областной суд практически не изменил приговор Только добавил еще три года лишения права Работать по специальности Пришло время Верховного суда Он-то и отправил касационную жалобу адвокатов На рассмотрение в президиум Волгоградского областного суда Президиум принял решение Дело пересмотреть Анна Дребнева, Ваник Никоян, телеканал Волгоград-1